Привет всем любителям стратегий. Ой, что-то я захрипел слегка. Ну, похолодало просто. Может и простудился, фиг вас. Ну, похолодало где-то до 20 градусов. Вы слышите Алексея Халецкого, канал Лёша Играет. И я продолжаю проходить ранний доступ Old World. За Рим. У нас Валериус хороший, 59 лет. Но очевидно, вот это изображение никак не изменяется со временем. Хотя тут у нас видно, когда стареют, когда более молодые. Потому что в 59 лет так выглядеть вряд ли возможно. Так-то в игре они все постепенно изменяются. Я еще подумал, что надо бы, наверное, все-таки с Египтом повоевать. Кстати, а что это? Это у него бани построены. Я их даже еще не открыл до сих пор. Повоевать. Города неплохие. Я смотрю, по армии у нас уже одинаково. А так-то Рим в войне и с Карфагеном, и с... А, слушайте, так уже Мемфис захвачен Карфагеном. Да, так мне надо что-то принять участие в распиле-то. А то там уже Мемфис захватили, а я тут сижу, понимаешь. Меня только беспокоит все еще Ассирия, поэтому я бы с Египтом, во-первых, закончил мир. Видите, минус два легитимности, кстати, будет. Ну что ж, поделать. А во-вторых, отправил бы... Видите, как у меня офигительно с Карфагеном отношения. Может, давайте... Ну, во-первых, Ассирийцам надо отправить предложение... Мира. Ну, просто ни за что. Я думаю, по идее, согласится. А вообще, Ассирия с кем-нибудь, у нее мир с Персией. Ну, в принципе, и с Карфагеном тоже. Давайте. В общем, у меня просто нету цивиков, я, может быть, и Карфагену бы отправил. И, собственно, надо тогда... Переправлять отсюда юниты. На тот берег. Ну, сразу, наверное, к Гелиополису можно, кстати. Почему нет? То есть, сколько они тут берем? То есть, мне надо переправить и свою берему спрятать. И здесь, и там сверху еще есть. Так, у нас картография открывается. Мне бы, конечно, открыть теху, которая лучников улучшает. Но, видимо, надо будет пока без этого начинать. Ну, и генералов еще надо будет в эти войска добавить. Ага, нету генералов. Ну, вообще, у меня... Вот тут сверху ребята воюют. Там два генерала стоят. Может, все-таки их пересадить? В те войска. Субболи, это даже приказов не потрачено. Так, значит, какие у нас теперь... А, видимо, следующим ходом можно будет размещать. Ну, и канцлер у нас все еще эта фиговая фигня. Поэтому не хочу ее в канцлеры. Так, что у нас тут? Давайте глянем, что у нас 18 приказов. Что тут рабочие делают? Тут нет, это нет. Тут я жемчуг добавил. Я думаю, надо бы... Надо бы гарнизон построить. Не рекомендуют тут, но я вот здесь построю, чтобы больше районов было. Да, губернаторы располагаются. Так, здесь у нас как раз и место. Ну, а теперь, может, я этого одного тут оставлю. Пока пускай тренируется. Так, подождите. Сейчас еще вот этих гляну. Давайте, наверное, сюда поставлю и сюда пока поставлю. Так, тут на паузу, чтобы они просто пока не мешались. Ну, наверное, будут две группировки. Эта группировка на Гелиополис пойдет. А эта группировка... Ну, вот с этой фигово, потому что... Скорее, она будет стоять в защите в антиуме. Потому что тут скорее на антиум попрут. А вот что с Остией делать? Ну, выглядит, как что большинство армии вот здесь. Я не думаю, что он там прям, блин... Блин, мне бы, наверное, сначала стены построить в городах хотя бы. Потому что я вижу, вот у Египта, например, в Осетии стена есть. Но, правда, только в Осетии. Тут никак не посмотреть, это стена или даже следующий уровень. Наверное, только стена пока. Так, что у нас с рабочими? Ага. Где я тут хотел... Монастырь, очевидно, реально... Вот тут мне надо монастырь. Так. Смотрим дальше. Так, тут я хочу каменоломню. Мне что-то постоянно камня не хватает. Ну, здесь, наверное... Нет, сейчас еще посмотрю, где у меня... Так, тут у меня... Так, давайте смотреть. Тут монастырь и... Храм построен. В антиуме вот один ход остался, тоже, считайте, построено. Здесь будет библиотеку... А, ну, вот у меня, собственно, сюда надо идти... Вот сюда надо идти строить храм. Когда библиотека... Да, даже не библиотека, это академия у нас достраивается. Так. Еще три приказа. Ну, давайте здесь, наверное, амфитеатр начну. Куплю немножко камешков. 122. Ну, надо строить. И один приказ, да, тут мы пропускаем ход. Надо ждать. Он не может пока храм... Вообще-то проверю, а то я так уверенно это говорю. Ну, да. А, не, могу. Слушай, ну, давайте я тоже куплю камни и начну строить храм. А, ему требуется только одна городская постройка рядом. Ну, видите, достаточно... Этих коттеджей. Так, все. Ноль приказа. Да, надо стены сначала построить в городах, несомненно. Ну, которые к Египту относятся. Так, здесь мы... Дисайпла сделали. Мне в монастыре предлагают... А может, все-таки в храм там как бы больше приказов тогда станет? Ну, и вообще жителей два. У меня два жителей. Нет, давайте тогда на науку. Давайте... У тебя тут тоже дофига науки, слушайте. А это увеличивает это... Уменьшает количество? Нет, это не уменьшает, это просто уровень повышает. Отлично. Какая-то хорошая штука получается. Тогда пока сюда. Дальше. В антиуме как раз стены. Давайте опять мне не хватает. Камня. В ариминуме. Тут я форум доделал, да? Ну, давайте спеца в красителе. Так, пока у нас нету ничего лишнего. Никуда ничего нету возможности отправить. Ну, тут скоро появится благовоние. Можно будет использовать... Так, все. У меня уже плохие отношения с Египтом. Не, ну, серьезно. Надо пилить, потому что, смотрите, там уже карфагенцы. Ну, это будет... Вот если я это заберу, то это будет хорошее разграничение с карфагеном, потому что тут горы. Как бы это как раз... Помните, тут я вообще должен был ставить город. Это моя территория. Вообще-то. Это в лес. Там юнит египетский. Ну, видите, получилось... Вот тут их трое. Они смогли расселиться. А нас тут четверо на нашем. И не хватает места всем. Блин, мне этого парня надо как-то в город спрятать. А Сирия начала войну с Персией. А ведь только были в мире. Фабии в иудаизм перешли. Отлично. Отлично. У нас хорошее отношение должно быть с Фабией. Так, картографию открыли. Это порт можно строить. Триремы. Открылись. Это интересно. Беремы в Триремы апаются. Вот мне предлагают... Вообще, конечно, в бане классно. Ведь это еще счастье. Можно увидеть. Тут еще философия, инженерное дело. Форум будет плюс две. Слушайте, тоже крутая. Давайте, наверное... Давайте, наверное, сюда пойдем. Так, королева умерла. Ну, пускай в реминиуме тоже зороастризм. Блин, или... Смотрите, только что Ассирия требовала... Чтобы... Чтобы... Либо я обращаю реминиум в зороастризм, либо не армию шлют. Так... Поэт в Риме. Песец в Риме. Так... Этот дает... Два цивика, две науки. А этот культура. Явно будет две культуры, две науки. Нет, три культуры, две науки. Давайте, наверное, все-таки писцами. Тут цивики как-то понужнее. Да, это, кстати, наш шпион был. Нового шпиона назначаем. Пока не буду... Никакие используют. Да, это, видите, все цивики потратились. А, смотрите, постарел все-таки парень. В 60 лет сразу постарел. Так, что у нас здесь? Это мне не нравится, конечно. Прячемся в город. Подождите, а почему здесь... Ладно. Да, все-таки тратятся приказы. Я думал, что я уже убрал их, просто кликнув. Еще надо нажать. Лечимся. Сюда встану, пожалуй. Ух ты, крит прошел. Сразу минус. Отлично. Это очень неплохо. Так, тут у нас построился храм в Антиуме. Там строится. Переводим дальше. Я, кстати, могу... Тут же и других миссионеров делать, и еще больше храмов строить, других религий. Ничего не мешает тут. Нету, на самом деле, ничего плохого в наличии других религий. Ну, только то, что бонусы получают другие правители. Но вы тоже можете их получить. Так, ну, я пока жду, как здесь построится в Осте и Антиуме. Тут вообще один ход строится, кстати. А сколько в Антиуме? Четыре. Я, кстати, могу ускорять, по-моему. Нет, не могу. Я могу только этих спецов ускорять. За деньги и цивики. И это, кстати, дороговато. Может, кстати, вот это ополчение пока перевести в Осте как раз. Хоть какой-то юнит там будет. И я хотел глянуть, апгрейдятся ли беремы в Триремы. Да, блин. На этой гляну. Ммм, вроде нет. Конечно, там, может быть, только на своей территории будет показано. Но, в принципе, можно ее уже спрятать. Сюда хотя бы. А, апгрейдятся. Отлично. Давайте в Триремы. А тут, кстати... Нет, это беремы. Четыре значок Триремы от беремы как-то мало отличается. Паруса чуть пошире, да? Единственное. Так, еще девять приказов. Интересно, а могу я как-то блокировать переброску? Что-то уже военные очки потихоньку к концу подходят. Так. Тут я построил камнетеса. Ну, наверное, давайте Баллисту. Это у нас все-таки военный город. Так, что тут с военными? Эти тут стоят пока. Ну, не знаю. Ладно, у меня семь приказов. Давайте, наверное, рабочих куда-нибудь определим. Да, вот здесь давайте камень. Так, тут библиотечка достроена. И все три Хэмлета построены, да? Надо ли нам министерство? Я вот думаю... Вот что я вот тут могу построить? Могу я тут строить колизей? Могу. Не, мне, наверное, надо вот тут его строить. А здесь еще место для коттеджа. С другой стороны, нужен ли колизей? Может, форт? Но тоже с другой стороны, как бы... Конечно, надо было тут где-то форты построить. Пожалуй. Мне кажется, надо... Министерство строить. Как у меня с цивиками. Постоянно нехваточка. Тем более минус. Ну, опять же, к несчастью минус. Так, там должно быть соседство. А, он прям конкретно рядом с судом только строится. Прикол. А где у меня суд? Так, как он вообще должен выглядеть, суд? Вот так, да? Это же суд? Да, это суд, вот. Вот суд. Блин, так я, наверное, не смогу. Министерство вместо лесопилки. Не хочу вместо... А, вот тут у нас что? Просто шахта, да? Тут даже не холмы между... Вот, кстати, вместо этой шахты... О, и я посмотрю, убираются ли улучшения, то... Да. Слушайте, видите, мне достаточно было... ...перезагрузить. Просто помните, в прошлой игре я не мог ферму около Рима убрать. Так, значит, Ctrl нажимаю, убирается. И Alt, чтобы купить... А, нет, пошла опять ошибка. Короче, Ctrl с Alt вместе не работают. Ну, жопа какая. Как мне... Как мне... Ну, ладно. Надо им сообщать, видимо. А, нет, слушайте, вот... Нет, не работает. Работает. Но когда я навожу сюда, не работает. Видите, не могу выбрать. А когда так держу мышку, могу выбрать. О, тут какое-то еще меню есть, слушайте. Так тут... О, так тут есть... Но это метки для чата, кстати. Это не... Не те... Прикол. Это зажимая, как понимаю, Alt и... Левую кнопку мыши. Блин, как же мне тут... Все, вот так попробую. О, получается. И получилось. Короче, подвел поближе к... Собственно... К месту постройки, чтобы рядом и менюшка, и... То есть, работает только, когда мышка на... Направлена на эту клетку. Да. Так, что я тут хочу сделать? Так, тут у нас будет... Хотя у нас храм и тут еще... Нет, храм надо здесь. И построиться. Там должна быть рядом постройка. Тут будет храм, да? Тогда, наверное, тут надо коттедж, а сюда амфитеатр. Все. Заканчиваем ход. Так, меня вот там волнуют юниты около Медиаланума. Блин, у меня столько... По-моему, тут тоже ограничение в 2000. Хотя я вот точно не помню. Ну, тут точно вот... У этих вот точно в 2000 ограничения. Так, перемирие греков и нумидийцев. Ассирийц сказал, никогда мир не заключит. Странно, хорошие же отношения, я не понимаю. Ну, надеюсь, и в войну со мной не вступит, раз он воюет с Персом. Ну, у Перса одинаковая со мной армия, а у Ассирии намного сильнее. Что, конечно... Мне вообще не должно радовать Персов. Ну, что, добьем, наверное? Так, что за события? Предложение... Жены для Валериуса. Ну, знаете, уже на старости лет просто с молодухой. 44 или 49 лет. Так. Либо Клавдии, либо Фабии. Ну, с Фабиями и так хорошее отношение. Видите, каждый юнит Фабиев плюс 5% к силе, а в каждом городе Фабиев меньше коррупция на 10% и больше... Ну, растет быстрее, скажем так. Давайте, наверное, на этой. Так, коттедж. Тут суд построил. А, нет, вынесут это министерство как раз. Ну, у нас уже... Нет, подождите. Надо подумать, что тут еще в столице строить. Так. Верблюдиков добываю. И, кстати, в связи с этим, наверное, стоит туда... ...спеца определить, да блин. Как раз какое-то тут еще благовоние в остею как раз. И, наверное, остея сейчас тоже начнет уже минус. Да. Отлично. Отлично. В Риме еще не снизилось до третьего уровня. Ну, скоро снизится. Так, иудейские миссионеры. Вот сюда и храм строим. Опять камня не хватает. Правда, всего лишь одного. Поэтому не страшно. Тут бы я лесопилки поставил. А тут надо дальше вот... Хотя я могу сюда подойти просто клетку купить. У меня есть такая возможность. Наверное, стоит и продолжить каменоломни. Так, три... Три рабочих. В Риме... А, значит, я научился здесь... Вот здесь я... Вот тут я что-то хотел построить, кстати. Может, академию здесь? А, вон академия вон строится. Хорошо. Что я еще могу строить? А, тут я, наверное, коттедж хотел, да? Так, стоп. А что, у меня уже три коттеджа тут? Ну, а, опять, все-таки не работает. Control, значит, как вы научились делать? Ну, подожди, но все равно не получается. А, камни не хватает. Опять же, control. Alt. О! Есть. Катя, Рим уже достиг следующего уровня культуры. Мы должны, по идее, очков было добавить. Да, четыре. Видите, четыре от Рима очка. И тут нету надписи для этого уровня культуры. Но это, типа, наверное, легендарный какой-нибудь. Хотя глянем, что тут на пи... Да, легендарный. Легендарная культура Рима. А это вообще... У кого-нибудь вообще есть легендарные города? Похоже, только у меня... Только я так культуру развил. Да, и хотя даже чудеса не строил. Что, у нас два рабочих бесхозных. Наверное, пока прекращу тут лесопилки строить. Давайте вот пастбище тут. Займемся более насущными улучшениями. Так, этот у нас добавил верблюдов. Что построить? Ну, давайте тут коттедж. Так, три приказа. И все на армию, да? Нет, значит, эти у нас... Давайте даже прокачаю. О, кстати. Можно потратить на улучшение. Нет, здесь уже норм. Так, один приказ остался. Давайте какой-нибудь юнит... Поближе подведем. Просто тогда улучшим. Как раз на атаку районов. Значит, и стены все-таки. Это просто стены. Хорошо. Здесь мы стены... Ну, вот можно и следующего уровня. Кстати, да. Да, давайте, наверное... Сейчас с другой стороны... Нет, давайте потрачу. Давайте потрачу деньги на камень. Построю. Укрепление. Здесь философа... А, да. У нас тут сидит губернатор на науку. Поэтому я здесь... Именно науку и увеличиваю. А, нет. Философ. Это у меня улучш... Вот, да. Вот философ 13.4 науки. Очень неплохо. Кстати, академия тут не строится. А, ну, тут уровня культуры не хватает. Игра мне рекомендует в монастырь чувачка отправить. Ну, я бы, наверное, дальше философов улучшал. Так, в Неаполе садовник закончен. По ресурсам тут вроде... Некуда. Ну, давайте. Ладно, давайте. Песца. Последний у нас... Житель пока. Дальше будет некуда. Баллисту продолжаем строить. Потому что они апаются в полиболосы. Это первая баллиста, по-моему, у меня появилась. Значит, это... Вот тут вторая строится. Третья. А что у меня в антиуме стены? Мне надо их пять. Чтоб потом апнуть в полиболосы. Какая у них способность? 25% против племен. А, ну, это прокачка в городах. Просто, что Фаби... Против... А, вот. У них сила против наземных... Против пехоты плюс 100%. Конечно, надо перебросить будет на... На фронт к Египту. В общем, я так понял, что в религии вы можете принимать только... Вот в каждом, грубо говоря, тире только какое-то одно верование. Когда используете... Ваших миссионеров. Ну, все потихоньку у меня в иудаизм конвертится. Осталось Клавдиев в манихеизм. Перевести и будет все зашибись. Так, я могу... Канцлер... О, появился какой-то нормальный... Ну, как нормальный? Просто плюс 18 денег. Не так уж и много, честно говоря. Ну, давайте назначим. Все лучше, чем минус 2 культуры. Так, блин, ну... Блин, а как же мне... Вот не могу я пока баллисты, получается, перебрасывать. Блин. Может, три рем поднастроить в капу и, кстати... Ну, тут явно на море надо будет повоевать. Давайте три рема после баллисты. Так, что за события? Торговля деревом. Персия предлагает... А, просто предлагает мир. Ну, да, что я... Да, почему нет? Правда, это... Блин, а почему нет? Потому что это ухудшит отношения, по-моему, с Осирией. Так, прокачали губернатор Рима. Конечно, вот это берем. Тут мы никакие юниты не строим. Зачем нам экспу стреляющим юнитам? Нафиг надо. А вот плюс 100% выхлопа... Давайте просто даже глянем. Блин, как бы... Тут, наверное, есть какая-то горячая клавиша, чтобы сорить выхлоп всех клеток. Сейчас поищу, подождите. Вот Z, по-моему, убирает деревья все, да. Я не долго... Так, это подсвечивает... Я не помню, что вот это подсвечивает. Может, зону контроля, наверное. Зону контроля подсвечивает. Это X. V, V, это дороги. Показывает соединение. Типа, где, как... Это чтобы было проще встретить, если город не соединен, то по какой причине? Ну вот мне, очевидно, надо вот как-то от побережья дорогу здесь провести, к Медиалануму. И тогда будет город считаться... Так. V, это V дороги. B... B подсвечивает всех рабочих. А нет. Вот это что тогда? Почему тут желтым? А тут розовым. Так, ну, очевидно, что зеленым рабочих подсвечивает, но почему-то некоторых... Видите, некоторых юнитов еще и розовым. И некоторые желтым. Вот это непонятно. Честно говоря... А, вот оно. Вот выхлоп. N нашел, где выхлоп показывает. Так. Сейчас смотрим, видите, плюс 2, плюс 5. Плюс 2, плюс 5. Прокачиваем губера на плюс 100%. И давайте... Потом... Плюс 4, плюс 10. Очень, очень хорошая прокачка. Так. Легитимизация наследника. У нас есть бастард Корнелия. Пожди, так это та, которая усыновлена. Почему она бастард? Мы ее установили просто... По-моему. Вот это, Корнелия. Почему она бастард считается? Вопрос в том, если я ее легитимизирую, не станет ли она наследницей первой очереди. Не, давайте я просто не позову для этого. Не хочу проверять, потому что там у меня наследница намного круче. И мху. А, М, кстати, выключает звук в игре. Проверяю дальше горячие клавиши. Вот это Н мне нравится. Смотрите, какой выхлоп. От люкса здесь, например. А больше всего нравится мне вот здесь. 117 денег. 67 денег. Кайф. 64. То есть вот этот город... То есть если меня этот город захватит, у меня просто вся экономика рухнет нафиг. Он важнее, например, чем Антиум. Красота. Вот видно, какие клетки дают вашим городам какой-то бонус. Класс. Так. В Риме что-то я достроил. Тоже спеца, по-моему, монаха посадил. Так, давайте. А тут что сюда, что сюда. 4 будет, да? То есть не особо важно. У нас еще... Ну, я продолжаю спецов рассаживать в Риме. У нас дофига жителей. А куда их, собственно? Смысл? Они вот просто сидят здесь, они, по-моему, ничего не дают. 3 десятых приказа дают. 6 еды жрут. И 12 денег, как бы, коррупция. Не знаю, какая-то коррупция здесь, интересно, называется. Или... А, содержание в данном случае. Так, законы там нам, по-моему, все приняты, да? Каждый суд минус 1 к несчастью. Так, что у нас тут рабочие делают? Тоже академию достроил. Министерство. Министерство, очевидно, тут надо мне ставить. Опять камня не хватает, да елки. Да, вот прям реально рядом с судом только строится. Ладно. Делаем. Так, здесь, значит, купили клетку. Вот нафига, вот там рядом же стоит, рядом же стоит бездельничащий рабочий. Кого хрена переносит сюда, например. Ну, тоже ладно, это все будет править. Я напоминаю, что игра в раннем доступе, каждую неделю обновление выходит. Так, сюда встану. И выкупим клетку. Если кто-то интересуется, почему я до сих пор не являю войну Рима, я хочу в антиуме стены достроить. То есть, два хода и объявлю. Так, тут я амбар построил. Ну что, может лесопилки здесь? Или, подожди, там вот сверху, на самом деле, куча территории с лесами. Я бы, наверное, тут еще этих сделал. Каменоломен. Так, а этим? Ага, вон пастбище можно. Так, что у нас с армией нет? Пока стоим. 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 Лечимся. Тут убираем генерала. Нападаем. Так, и один приказ остался, да? Надо добавить генерала кому-нибудь здесь. Ну, наверное, у меня вот это все-таки основное нападение будет. Тут у нас уже с прокачками на два. С фокусом давайте тут генерала. Как раз наша дочка приемная. Распространить еще... Ну, я, видите, сначала... Я вот миссионерами построю храмы и монастыри. Там, кстати, на самом деле, дальше еще и кафедральные соборы можно будет строить. И тогда начну распространять. Там есть... Ну, то есть, вот эти все тиры, они работают, собственно, от тех зданий, которые к ним относятся. Там христианство принимает. Что за фигня? Почему канцлер у нас принял христианство? Так, архитектуру открыли. Кстати, я порты еще, по-моему, открыл. Могу строить бани. Что бани дают? Ну, вот новые... Мне будет, конечно, законы принять. У меня пока цивиков не хватает. Вот, потому что закон философия каждый форум плюс две науки и на 25% меньше городских специалистов во время постройки. По-моему, круто. Ну, инженерное дело, наоборот, оно меньше... Ну, быстрее все строится, но в данном случае я уже практически все построил. Так, а что? Собственно, бани, где могут строиться... Необходимо... То есть рядом с реками. Рядом с реками, но не обязательно отлично. Не обязательно соседство с районами городскими. Так, бесплатный мейсмен мне не нужен, я думаю. Во! Давайте арбалеты открывать. Так, губернатор апнулся. Плюс один цивик за уровень культуры, то есть в данном случае плюс шесть цивика, либо... Меньше стоимость улучшения. Ну, грубо говоря... Да, всего возьму. То есть вот этих на территории, когда мы строим улучшения, они быстрее строятся. Так. Игра мне предлагает... Ну, в капы... Мне, конечно, в Риме нужно... Хотя, с другой стороны, они дают к несчастью, да? Минус к несчастью. Ну, то есть быстрее несчастье уходит. В Риме уже так, я вам хочу сказать. Неплохо. Кстати, перестать отправлять... Роскошь. Тоже два приказа стоит. У меня вообще тут есть место, где баня? Тут, наверное, надо будет баню ставить. В Риме. Угу. Так, у нас мир с Персией, мир с Карфагеном. Да, кстати, что там с войной? Не захватывает ли Карфаген еще больше себе чего-нибудь? Пока вроде нет. Вот эти конскрипты, это тоже, ну, типа, ополчение. Слушайте. У тебя, наверное, тут только милиция. Да, видите, они апгрейдятся до конскриптов. То есть это более улучшенный вариант милиции. Что я открыл там, кроме бань? Что-то я еще хотел. А, эти порты мне еще можно строить. Ну, пока... Пока не буду. Так, у нас тут два рабочих. Это, опять же, это лечится. Этим добиваем. Сейчас вылечимся тут тоже и пойдем тут с новыми дейцами разбираться. Суд. Ну, давайте, наверное, суд. Так уж и быть. Так, гости. Еще и эта защитная построена. Но ее не видно. Ну, давайте, наверное, форум и архив до конца доведем. Так, а почему форумы не могу строить? А, 100 цивиков стоит, блин. Фига себе. А, слушайте, так у меня тут тоже уже легендарное гости. Нет, это... Стоп. Да, мне тут как раз не хватает... Нет, дадут 100 цивиков после постройки. Нет, или 50. 50 дают. Просто требуется уровень... Значит, архива тут нету третьего уровня. Давайте архив. Так, трирема. Трирема, трирема. Ну, не знаю, стоит ли на... Давайте я не буду здесь ставить на якорь, потому что все равно тут давай не добраться, а это все-таки приказ. Давайте подходить потихоньку. Так, как мы тут вообще атаковать будем? Ну, вот прямо так и будем. Вообще-ка, этих войск нету у Гелиополиса. Так. Сюда надо перебрасывать. Даже, наверное... Вот тут будет как бы проще заходить, да? Так. Итак, следующим ходом уже атаковать будем. Сколько у нас еще 9 приказов осталось, да? Как бы как-то на холмы лучников расставить. Или как-то вместе держаться. Ну, я вот не вижу тут какой-то страшный... Ну, конечно, вот эта фигня, она будет наносить урон, между прочим, близостоящим юнитам. Но так, в основном, тут какая-то... Ну, какая-то фигня в плане юнитов у... Так, я там, в общем-то, походил. Я лучше этого поведу... Ближе... У меня еще один приказ есть. Ну, меня, пожалуй, все-таки устраивает, как мы стоим. Наверное, закончу ход. А, баллисты... Ну, поменял, конечно, местами. Или баллисты у нас... Смотрите, у нас где баллиста уровень получает. Ага. В стреляющем районе. Ну, давай сюда встанем. Потом будет возможность поменяю с... С лучником. Так, как у нас там... Надо сейчас... Ход начнется. Я посмотрю силу армии Египта. И будет Великая война. Это надо будет Гелиополь захватить. И, очевидно, как раз к этому моменту арбалеты откроются. Надо будет... К сожалению, я не знаю. Ну, или не помню, что. Требуются для апгрейда. Мне кажется, будет требоваться дерево и железо. Юлиусы переконвертились в христианство. Ты охренел, что ли? Сразу. Как отношения. Так. А, ну вот. Вы помните, Карфаген просил у меня, по-моему, еды сколько-то. Я ему дал, и вот сейчас возвращение. То есть, могу сам выбрать. 280 военных очков, 140 науки, 560 денег. Ну, я, конечно, науку возьму, чтобы быстрее арбалеты открылись. Так, новости тренировки. Благодаря тому, что закончилась баллиста, баллиста получает либо такую прокачку, а если потрачу 150 очков военных, то еще лучше даже. Третий уровень. Давайте, давайте, не будем. Так, наш посол, я думаю, мудрость прокачаем. Зачем нам с племенами хорошие отношения? Так, друзила. Она губернатор в Брундизиуме. Тут тоже есть сетки. Значит, у нас апгрейд... А, или на... Тут, конечно, лесопилок вообще нету, но... Ну да, лесопилок нету, еще не факт, когда у нас умрет когда-нибудь. Давайте лучше на сети. Давайте глянем, что она дает 4 культуры, 2 науки, 20 денег. А так... Начинает давать 8 культуры, 2 науки, 40 денег. Так, слушай, только культура увеличилась в 2 раза, да? Странно. Так, что у нас? Жемчуг появился. Стоит ли мне жемчуг отправлять в Рим, я вот думаю? Может уже в какой-нибудь другой город? Может... Тут и так очень-очень неплохо счастье. Вости... Ну, наверное, вости тут пока мало. Хотя тут 3-го уровня, а в Антиуме что-то, это и в Антиуме, пожалуй. Во. Так, в Ариминуме... Это я... Рыбака, да, сделал. Это у нас город Юлиев. Ну, давайте архив. И, наверное... Так, давайте. Все-таки пока по городам пройдусь побыстрее. Точно ли нам надо в рыбаки специалистов сажать? Ну, почему-то игра предлагает... Ладно. Давайте так определю. И последнего жителя сюда. Потом можно просто увеличивать уровни этих ребят. Так, в Антиуме стены. Вот тут давайте теперь баллистам. Ну что, время войны, я думаю. Давайте. Объявлять. Ну, как видите, поселенцы не захватываются. Они убиваются. Поэтому, ну, как мне кажется, нету смысла нападать на поселенца. Ну, и на рабочего. Давайте подходить пока. Слушайте, кстати, вот у него лучники на верблюдах, между прочим. Плюс 25% в песках получает, по-моему, бессмысленный построен юнит. У Египта, ну, смотрите, у него 5 силы на 2 клетки, я так понимаю, он стреляет. И плюс 25. И плюс 50% против наездников как раз. У меня нету ни одного наездника вообще. Так, я отсюда. Абсолютно одинаково. Ну, тут немножко побольше, но я, наверное, буду отсюда стрелять. Так, давайте. Блин, вот беремые стреляющие, но они стреляют на соседние, я так понимаю. Да, видите, у меня на 3 клетки. То есть у меня вот тут вот на побережье, лучше не становиться вообще никакими юнитами. Давайте подходим. Обстреливаем Гелиополис. Подходим. Обстреливаем Гелиополис. Блин, у меня этого рабочего, видимо, придется все-таки мочекануть. Потому что мне нужно сюда... Поставить лучника. Нормально, ну как. Нормально, так в Гелиополисе половина. Слушай, так лучниками вообще как-то бессмысленно. Видимо, по обычным юнитам лучше работать. Я лучше вот так сделаю. Да, подожди, я по идее должен не захватить буду. А, нет, чуть-чуть не хватает. А сюда я не хочу установиться. Ладно, давайте сюда встанем. Так, у нас там, по-моему, должен был генерал еще раз. Нет? Не освободился. А где, а куда делся второй генерал? Спрашивается. Или я его не освобождал? Нет, освобождал. Так, восемь приказов. Про такую поселу. Я не хочу лучниками выходить сюда, чтобы меня можно было атаковать. На этих, наверное, пока в укрепление поставлю. У меня просто непонятно пока, откуда конкретно и куда конкретно будет Египет атаковать. Поэтому пока так. Этих лечим. Лечим. Блин, полиста построена. И тут все еще не могу поменять. Местный, давайте этим пододвинуть на одну клетку. Все, приказы закончились. Давайте наблюдать за Египтом. Куда пойдет? Что будет делать? Кого атаковать? Мне кажется, он сейчас беремыми на тот мой город поедет. Но они не могут же захватить его, судя по всему. Не, просто плавают рядом с Гелиополисом. Карфаген мир заключил с Вавилоном. Мы слышали, что наша наследница Симпрония секретно обсуждает с канцлером Гортензии, как бы, типа, закончить наше существование в качестве правителя. Ммм. Убрать обоих из их. Ну, знаете, я думаю, 65 лет, как бы, пофигу. Я бы просто, вот, научить принцессу Симпронию значению богатства. Вот она станет бережливой, по-моему, неплохо для будущего лидера. Так, мы продолжаем. Так, если построим Кафедральный собор, то фермы, шахты, лесопилки и каменоломни будут на 20% больше давать выхлопа. Если дуализм, то Кафедральный собор будет давать минус к несчастью за каждый уровень культуры. Ну, то есть, например, в Риме минус 6. И если... Не просвещение, а... Как это... Как вот просвещение для... Верующего как-то внутри вот когда... О, короче. Кафедральные соборы будут давать плюс одно к росту. Я, наверное, пока это все не делал. Ладно, давайте продолжим нашу войну. Мы захватываем Гелиополис. Генерал. Так. Четыре хода. Тут будет анархия пока. И, кстати, тут невозможно будет проапгрейдить юниты. И вылечить их невозможно будет. Так что... Наверное, мне стоит перемещать лучников сюда. Чтобы апгрейдить их. Так, давайте-ка... Катапульту попробуем завалить. Не, серьезно, где я... Куда делся у меня все-таки генерал? У меня же был вроде генерал. Так, ну я тут ниже каких-то проблем с армией Египта. Чтобы вообще кто-то приходил со мной воевать. Поэтому, я думаю, можно спокойно идти вперед. Единственное, что лучниками я все-таки не пойду вперед. Хочу через два хода дождаться возможности апгрейда. Я их только на свою территорию перенесу. Переведу. Не достреливает. Не достреливает. Так, ладно, значит. Сейчас я еще подумаю. Так, эти пропускают ходы. По листу давайте сюда. Может выплыть пообстреливать их? Но мне кажется, они убьют мою трилемму тогда. Я бы подождал. Так, три приказа. Давайте, вот сюда монастырь. А, не могу тут. О, ну, кстати, можно распространить тогда религию тут будет. Видимо, этого сюда к пастбищу. Хотя, по идее, само должно как-то постепенно... Вообще, раньше тут писалось, типа, через столько-то ходов город станет в такой религии. Ну, зороастризм так много приняли вообще. Сколько у нас в зороастризме городов? Что, вот прям уже в Вавилоне так много зороастризма, что его государственные религии сделали? Тут, например, иудаизм и христианство. Тут вообще ничего нету. Тут вообще ничего нету. Зороастризм. Ну и все. Тут только по одному городу. Какого хрена они все приняли зороастризму, если у тебя в одном городе только религия? Вопрос, очевидно, без ответа. Так, подождите, что мы тут? Архив мы тут, по-моему, да? Да, архив. Ну, спецов надо. Я думаю, так сколько у нас тут? Четыре жителя. Непрекаянных, наверное, давайте в суд. А потом в Колизей. В Бенивентуме. У нас тут погонщик верблюдов сделался. Не могу лучников на верблюдах стоить, потому что просто их еще не открыл. Так, тут один житель у нас. Еще можно куда-нибудь одного жителя. Ну, в библиотечку, наверное. Так, в Орециуме мастер философии завершен. Ну, давайте, наверное, в монастырь. И заканчиваем год. Это был прекрасный год. Был захвачен Гелиополь. Так, еще так и не посорел силу армии Египта, кстати. Там, конечно, у меня была амбиция, типа, захватить сколько-то иностранных городов. Там, по-моему, было их много. А там что-то или шесть. Ну, у Египта столько даже нету. Еще мне интересно, воюет ли вообще Карфаген. Так, это все пока терпимо. Как отличный поселение, конечно, попер. Вот это обходной маневр сейчас был. Так, Карфаген. Ну, слушайте, в Осетии висячие сады и пирамиды я захвачу. Это ж круто. Так. Наверное, стоит этим генералам-то вперед идти. А в Гелиополе сейчас оставлю этот юнит. Я, правда, не особо знаю, действует ли это как-то, что стоит юнит в городе или нет. Так, слушайте, у нас уже раз, два, три баллисты. Тут четвертый. Я бы тут тоже и пятую тоже тут бы делал, наверное. Так что пока... О, у нас тут достреливает. Отлично. Так, лучниками стоим. Или подойти ближе. Подождите, у нас тут, собственно, территория позволяет. Отсюда тоже обстреливать вот всяких. Ну, правда, мало урона. Так. Минус юнит. Смотрим силу армии Египта. Все еще такая же, пишет. Ну. Интересно. Группировка противника под вас сетом уничтожена. Ага, тут у нас прет вовсю Карфаген. Сейчас у нас будет... Кто раньше вас сет заберет, очевидно. Битва. Так, слушайте. Ну, я бы, наверное, рабочий... О! Можем обстрелять... Египетскую. Ну, тут у него нету флота. Я смотрю, весь флот у Египта с той стороны. А у меня с одной стороны одна штучка, с другой стороны одна штучка. Так, значит, здесь я... Баллисту построил. Я думаю... Я думаю, что пора... Стены делать. Во всех этих городах. На всякий пожарный. И вот теперь уже... Рабочими ходить. Так, значит, здесь я хочу... Религию распространить. А, кстати, не обязательно прямо в город заходить. Можно на его территории быть, я так понимаю. Так, иудаизм распространен. Перед этим плантацию. Так, вот тоже можно попробовать губернатора. И нету никого, блин. Нету губернаторов. Тогда давайте порт. Наверное. Храм в остеи построен. Ну... Надо, наверное, начинать распространять религию. А вот у нас сейчас еще в Гелиополе надо будет строить... Давайте, наверное, рабочие. Есть у нас тут... Рабочие, которые без дела стоят. Кстати, надо апнуть лучника. Тут просто рыба, да? я уже лесопилки наверное делал давайте вот этого на лесопилку а вот этого на каменоломню колизей ну кстати да тут конечно неплохо бы и каменоломня зашла но колизей тут явно больше будет давать культуры так понимаю что коттедж я вот здесь не построен ложь тендрит о эрит требуется а тут у нас тундра из тундре ничего не строится но еще один хэмлет я может здесь поставить вместо этого или или баню сначала давайте баню наверное холодная баня пока правда так у нас два приказа да хочу баню время несомненно уже университет могу строить но пока баню чушь быстрее там так все ноль сейчас увидим как у нас апгрейдится что требуется для апгрейда сколько ресурсов требуется для апгрейда в арбалеты наших лучников у него две катапульты интересно вот он будет использовать против моих войск катапульты или против карфагена отлично это очень хорошо очевидно карфагена на осью никто не нападает тоже отлично так вот ту беремму надо догнать и убить египет мир с ассирии и больше ничего интересного так вот как раз верховые лучники откроются еще одну жену пережил господи чуваку 67 а он молодуху 55-летнюю опять пережил что осирия от меня требует ну давайте дадим 560 денег не хочу ухудшать отношения честно говоря вот египет распилим я думаю что у нас будут очень хорошие отношения с вавилоном и карфагеном тогда можно будет осирией заняться акт солидарности жители брундизиума добровольно помогают каких-то работах либо мы рабочего получаем в брундизиуме либо мейсмана наверно мейсмана нафига мне рабочего у меня не хватает приказов им давать так в реминиуме паблик мурал давайте чтобы быстрее уровень культурный уровень повышался так что у нас на фронте следующим ходом гелиополисе закончится и 50 да как я думал эти железы и дерево 50 железа 100 дерево блин правда еще 100 военных очков стоит которых у меня в принципе всего 100 вот же ж блин ну тогда давайте одного апнем я могу их купить как то наверное нет так значит ну 8 и 4 силы это все с прокачками всякими наверное реальная сила 8 получается а у лучника 5 вот это я понимаю апгрейд вот это зашибись так тут мы уровень можем дать вот это я подойду ближе ух ты сколько там давайте наверное хиллером сделаем его нет с другой стороны он тут не будет лечиться а это я защита будет 10 процентов при атаке когда его атаковать будут так давайте желтеньких подводить блин или мне лучше атаковать катапульты я думаю что лучше это это слабые юниты вот эти они мне много урона не нанесут а вот катапульты нанесут блин через реку да минус 50 процентов к силе через реку эту катапульту мы не будем трогать значит так слушайте а этих я бы вылечил давайте так о баллиста линды евангелиста да пойдем потом как он атаковать будет это круче чем круче чем булавой махать взят уже типа 5 сила а у булавы 7 сила но он будет наносить больше урона потому что плюс 100 процентов к рукопашным юнитам так вот баллисту продолжаем вот написано construction 100 а видимо это требует а я понял construction это просто создать баллисту требуется 100 военных очков у нас этот город производит 29,6 поэтому за 4 хода в общем то все и производится так давайте наверное священника в аримене уме 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 в кусту что-то сложный город реально название сложное очень пастуха блин иконка арбалета и иконка баллисты очень похожи на самом деле пропускаем ходы тут у лучников сюда зайду полечиться ну в защиту встану так вот тут давайте подходить к этим ребятам пропустим пропустим пропущу ладно пускай а тут я хочу эту обстрелять и 7 давайте наверное вот тут амфитеатр так а этот парень бежит сюда монастырь строить пастбище это на какие-то строения делать я думаю что у нас еще университет и пэлос так где могу университет построить что нигде не могу что ли не может такого быть вот тут я уверен можно будет приказы только кончились а так наверняка можно будет и время 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 ученых давайте улучшить два хода спицы строится зашибись так следим за событиями на фронте как бы мне этих трех ну блин не знаю конечно 4 катапульты даже 55 катапульт мощно кажется если он обстреляет меня пятью катапультами вот этих троих они могут и закончится но я надеюсь а кто вообще первый ходит карфаген или египет надеюсь что карфаген нижние катапульты покоцает не наверное египет первый ходит до египет сначала пошел обстрел пошел обстрел карфагена так убили одну катапульту вроде норм ассирия мир с греции заключила персидская королева умерла зашел на трон король язды герд так часто меняют религию почему-то так вот наш король заболел так кому мы дойдем гелиополь три города у фабиев 3 у клавдиев 4 уюльев но мне надо наверное побег давать и лечимся блин плюс ноль военных очков у посол умер что ли но это наша будущая королева а мы поставим пока и хотя немножко бессмысленно так пробуем баллисту видите она и насквозь следующего юнита тоже наносит урон о даже 3 сразу с каждым там на 25 процентов ум меньше урон но все равно приятно так а насколько он через стреляет штук на соседнюю клетку не пойму не странно Продолжение следует... Не, ну не должны тут меня ничего убить уже. Давайте, что этого подводить? Разграбить бани, получим 30 камней. Впечатление, что мы их не играем, а разбираем просто. Так, чтобы нового посла выбрал. Хочу этого добить. Этими пока пропускаем, наверное, ходы. Вот этими, может быть, уже к нумидийцам... Так, у нас 7 приказов, да? Давайте так. 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 А у нас, кстати, соединены эти города дорогами. Здесь вроде дорога есть. А, нет. Нету. Почему-то вот тут проведена дорога. Это вроде, кстати, моя территория была. Ну, тут вот видно, что дороги. Мне вот тут дорогу надо провести. Чтоб с Гелиополем соединиться. Ну, наверное, продолжу и тут моностыню. То есть, в спецов тут все. Тем более, что у меня спецы дают еще плюс науке. За счет моего верования. Так, хвости. О, это Гелиополь. А что вообще в Гелиополе есть? Вообще, мягко говоря, это... Что, гарнизон, да? То есть, тут можно, если бы у нас были губернаторы, я могу посадить. И одно пастбище. Все. И вот смысл... А, даже пастбище не... Подождите, тут жителей нету, да? Тут жителей нету. Вот смысл. Египет вообще никак город не развивал. Так, давайте отремонтируем. Это как бы не стены, а просто укрепления ремонтируются. О, а консул что это дает? Ну, зачем мне это? И в форум есть 10 ходов. Нет, давайте, наверное, 20 ходов рабочий. Конечно, город никакой, мягко говоря. Даже не знаю, давайте архив лучше. Так, уже 10 ходов. Так, хвости. Я по это сделал. Анфига я в бараке построил? Анфига я в гости и бараке. Я, наверное, для берем. Да, это для берем было. Но все равно слишком долго они все строятся. Так что не думаю, что имеет смысл на них дальше опираться. Давайте философа в академию. Ну, я думаю, что сейчас можем попробовать. Опять же, на самом деле, зависит от Карфагена, насколько круто Карфаген будет нападать. Ну, я думаю, что мы можем в ассайд попробовать захватывать. У нее какие-то... У Египта, кстати, вот... В основном армии это вот эти вот... Милиция наемная. Городак, то есть слабенькая. Они, типа, ну, за еду производятся, а не за военные очки, но при этом их никак нельзя... Им... Они опыт не получают. Ой, мне убили все-таки одну булаву. Нехорошо. Кто там здесь стреляет? Ух ты, тут еще и медийцы ломанулись. Вперед. О, это последний год правления. Ну, вообще, долго пожил. То есть, в 70 умрет. Так. Бесплатный... Арбалетчик. В общем, вот сюда идем, но оно не выпало. Поэтому... Наверное... Стремена... Поместье... Спортсмены... Ну, давайте, наверное, поместье, чтобы открыть еще политики социальные. Так. Сообщение от правителя Персии. Ему не нравится, что мы торгуем с Ассирией. Ну... Ты, Перс, как бы за Ассирией находишься, ты ничего сделать не можешь. Поэтому... Не, чувак. Мы продолжим торговать с Ассирией. Так. Что у нас здесь? Блин, больно. Больно. Но только две катапульты осталось, я вижу. О, нет. Это что-то далекий обход. Неправильно. Почему арбалеты только из соседней клетки атакуют? Как-то неприкольно. Не, вот тут уже баллисты. Вот тут, наверное, давайте баллисты и проатакуем. Тут как раз через речку, по-моему, не должно считаться. Да. Ну, потому что это стреляющий юнит. По идее... Не влияет. А тут через речку считается. Да, долговато в ассет будет падать. Ну, благодаря баллистике, конечно, это все намного быстрее происходит. Так, эти мы все еще стоим. Они, мне кажется, лучники очень мало. Хотя можно подойти вот по баллисте и пострелять с другой стороны. Хотя бы. Одним вот этим парнем. Так. Наверное, с этих начнем. Отличиться. О, я вторую трюрему построил. Кайф. Давайте повоюем. Против берем-то самое то будет. Так. Давайте бани. Мне кажется, надо во всех городах бани сделать. Так. В Капуи. Так. В Капуи. Тут. Очевидно, вот тут надо где-то монастырь делать. Потом тут храм. Так. Тут надо тоже. Бани. Бани. Так. Пропустим этого миссионера. Так, теперь с опилки делаю, да? Блин, вместо ферм бани поставить. Так, тут я хотел универ. Наша control, зажимаем и ставим универ. Нет, не получилось. Получилось. Так. Все, походил. Это Рим у нас. Что я тут философа сделал, да? О, уже третий уровень. Недовольство отличненькое. Так. Тут тоже философа я закончил. Один житель есть. Ну что, в храм? Не, ну я бы, на самом деле, в Колизей, поэтому давайте просто улучшим монаха. Просто видите, у нас только один житель есть. поэтому надо как-то к ним осторожно относиться. Два. Тут два спеца. Вот, давайте тут улучшим свещение. Просто, ну, дополнительные приказы – это всегда хорошо. И здесь я рабочего сделал. Можно форумом заняться, а потом и архивом. Капает Трирема. Тут давайте стены. Потом форум. Хвости. Что я хвости сделал, интересно? А, сюда, наверное, философа. Ну, давайте еще улучшать. Так. Так. Заканчиваем ход. Я, наверное, заканчиваю серию, потому что умирает Валерий. Валера. И королевой становится… Как ее зовут? Симпрония. Королева Симпрония. Неплохо Валерий, собственно, порулил. Так. Вообще надо бы смотреть, как там у нас в ассет, а то вдруг Карфаген его забирать будет сейчас. Еще выехала катапульта. О, тут отступление происходит, похоже. Это хорошо. Интересно, сейчас будет 36 приказов, видимо. То есть добавится, сколько будет приказов у Симпронии. Нет. Слушайте, ну что не так… Так. Все. Валерий умер. Славным. С прозвищем. С прозвищем Славный. 33. Всего 3 приказа минус. Нормально. Жить можно. Так. Открыли поместье. Дальше пойдем. Давайте, наверное, вот кафедрал откроем. Конец эры. Долго живи, королева Симпрония. Когда наступает на престол, значит, либо дисциплина, либо храбрость. Ну, мне бы вообще 450… Давайте, наверное, вот это возьмем. Потому что мне сейчас 450 очков военных очень даже не помешают. Так. Ну и вости. Мы же и будем губернатором. Внезапно усыновить канцлера Гортензи, но это которые, собственно, они вместе пытались там против ботяне заговор состряпать. Ну, кстати, наверное, имеет смысл, потому что у нас почему-то нету наследников. А королеве 44 года. Да, похоже, надо. И выберем, так, захватить 6 иностранных городов, контролировать 10 старших специалистов. Или контролировать 4 дворца. Ну, это уровни развития. Это суд. Ну, и вот эти вот нацивики, которые… Ну, давайте я бы, наверное, 10 старших специалистов попробовал. Ну, пока ни одного нету, но, в принципе, там недалеко. Там недалеко до этого дела. Я хочу посмотреть, насколько у нас крутая… Блин, она дурная. No good. Ну, ладно. Когда-нибудь Римом и дурак поправит. На этом все. Пока. Спасибо, что смотрите. Рим. Конечно, тут. Эгегей. Это Карфаген, который к Вассету подбирает. Ну, и Египет отступил полностью. Все… Все юниты отвел. А вообще, у Египта три города осталось, что ли? Вассет, Элефантино и Пирамзес. И все. Ну, похоже на то. Слушайте, а вот эти все беремы, это, получается, она в Гелиополисе. Ну, или он в Гелиополисе фигарил. Потому что он делал в Гелиополисе, он просто эти беремы строил и все. Молодец какой. Ладно, все на этом. Играйте умные игры. Всем пока. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры. И всем пока. Спасибо. Спасибо. Увидим **** В懂 Жень Г��� τη